Сегодня я хочу вернуться в прошлое, где осталось очень много загадок, и хотя бы попытаться их разгадать. Я Настя Джексон, и это разоблачение. Вы любите ходить по торговым центрам за покупками? Я скажу, как и лично я себя по этому поводу чувствую, я это просто ненавижу. У меня это как будто забирает всю энергию. Помимо того, что я всегда рассказываю, какие уловки есть в магазинах, там нет окон, там нет часов. Чтобы мы терялись во времени, в пространстве, музыка и свет, действует наш мозг так, чтобы мы купили лишнего. Все это сделано для того, чтобы мы купили лишнее. Такого не будет при онлайн-шоппинге. И сегодня я хочу посоветовать Джум. Джум это маркетплейс, где можно найти все, от техники до одежды и косметики. Там можно найти вещи не только из Китая, но и Корея, Таиланд, Индия, Турция и Европа. Везде над товаром есть флаг страны, который указывает, откуда вещь. И главное, там есть отзывы. Я буквально за пару минут скроллинга уже нашла кроссовки, красивый свитер и брюки. Как видите, везде проверила отзывы. Я прям это одобряю, люблю, когда отзывы. Все цены, которые вы видите, это с учетом доставки. То есть заходим в корзину, а там никаких больше доплат. А с 1 по 14 ноября в Джум проходит распродажа 11.11. В честь этого события ребята собрали 1111 лучших товаров. Переходите по ссылке в описании и выбирайте лучшее из лучшего. И еще один гипервыгодный момент. По моему промокоду Джексон у вас будет до 11% дополнительная скидка. Не упустите максимальную выгоду на распродаже Джум. Существует теория, что раньше, очень-очень раньше, существовали гигантские люди. До 20 метров. Но со временем они уменьшались до наших современных размеров. Я знаю, как это звучит. Я все прекрасно понимаю. Но эта теория такая интересная. Просто послушайте. Мне хочется о ней рассказать. Посмотрите на эти рисунки древнего Египта. Обратите внимание, что размеры людей какие-то немного странные. Человек изображен размером с жирафа. Отпечатки гигантских ног, которые были найдены на камнях. По всему миру. Или вот реальные артефакты. Например, гигантские инструменты. Гигантские двери. Ручки которых находятся выше головы. Ступени Исааковского собора, которые были переделаны. Они сначала были огромными. Картины, где люди намного выше других. Мадонна в церкви. Алтарь Девы Марии. Старинные гравюры с великанами. Общество курильщиков при дворе прусского короля Фридриха Вильгельма Первого. Но следующий факт меня просто окончательно добил. Знаете, какого роста был Адам? Тот самый Адам, первый человек на земле. По Корану. Я живу в мусульманской стране, и мне очень интересна культура. Я все читала. Мне был интересен Коран и ислам. Один мусульманин показал, какого роста по Корану был Адам. 60 локтей. А это 30 метров. 30 метров. Когда Аллах сотворил Адама, его рост был 60 локтей. То есть 30 метров. Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. И не переставали творения уменьшаться вплоть до наших дней. А что насчет костей? Одна из самых популярных костей, которая везде показана в этой теории, это кость ноги, найденная в 1950-х годах в Турции. Ее размер 120 сантиметров. То есть метр двадцать. Получается, человек, которому принадлежит эта кость, был как минимум 5 метров роста. А теперь смотрите, как все получается. Мы теперь не очень-то и удивляемся постройкам Древнего Египта. Огромным замком эпохи Возрождения. Или еще раньше. Огромным дверям. Почему все такое гигантское? Как это все делали, спрашиваем мы? Один ответ на этот весь вопрос. Рост. Люди были просто выше и больше. Но остается столько вопросов. Например, а где все остальные скелеты? Почему это скрывали? Зачем это было скрывать? Были ли они баскетболистами? И так далее. Но разоблачать не доказывать. Ведь разоблачить так легко, чем доказать. Первое. Фотографии. Серьезно, фотографии. Как же их легко поделать? Древние египтяне просто не умели рисовать. Просто как видели, так и рисовали. Вот и все. Они не заморачивались насчет размеров. Насчет артефактов? Да там даже на картинках написано. Самый большой в мире. Там самая большая в мире труба. Или еще что-то. Огромные двери. Раньше вообще какой-то был прикол на все гигантское. Говорят же, ваше величество, ваше высочество. Что чем больше, тем лучше. Тем превосходящее. Как бы, да? Поэтому все делали большим. А почему бы не? У историков есть объяснение на эту тему. Все это делалось для проезда всадников, для выноса знамен и различной религиозной атрибутики. Не было ни одной раскопки, где обнаружили бы гигантский скелет. Все вот эти снимки, все до единого фейк. Кость, о которой я сказала, которую нашли в Турции. Это вообще, это только рассказы, что где-то нашли такую кость. А директор музея в США, услышав об этом, слил ее сам из гипса. То есть он сам ответил в интервью, что это не настоящая кость, ее никогда не существовал. Я просто, мне сказали, я поверил и вылепил ее. С научной точки зрения, раньше люди были наоборот ниже. Например, неандертальцы. Их рост был максимум метр шестьдесят пять. Вот как написано. Имея короткие коренастые тела, им было легче согреваться и переживать суровые зимы и ледниковые периоды. Очень высокие люди, огромные гигантские люди, не смогли бы жить из одного факта. Притяжение Земли. Они бы были все больные. Самые высокие люди в мире, которые сейчас считаются потомками тех гигантских людей, которые рождаются там один на сто тысяч или там миллионов. Это просто люди, у которых аномалия. Только посмотрите на них. Им очень тяжело. Они ходят с палочкой. Им тяжело нести свой вес. Самый высокий человек в мире был Роберт Уодлоу. Он был два метра семьдесят два сантиметра. Он вырос таким большим из-за аномально высокого гормона роста в организме. Сейчас делаются специальные операции, которые останавливают рост еще с детства. Я не буду даже пытаться выговорить, как называется эта операция, но одна девочка рассказала, что ее в детстве дразнили, поэтому она сделала эту операцию и выросла до метра девяносто. Неизвестно, какого бы она была роста, если бы не сделала эту операцию. Это была слишком легкая теория, и она, наверное, даже для разминки. Давайте лучше что-нибудь из истории. Когда я была в Петергофе, это одна из областей Санкт-Петербурга, я там ощущала себя как будто в сказке. Понятное дело, что в этом месте происходило столько всего, столько историй, столько загадок, что ты ощущаешь себя очень странно. Но есть кое-что, о чем очень мало кто говорит по каким-то причинам, как будто не обращает на это внимания. Это находится именно в Петергофе, в парке Сергиевка. В этом парке, в совершенно случайном месте, в лесу, лежит огромная голова. Скульптура неизвестного мастера. Никто не знает, кто это сделал, в каком году, только примерно 1800-е. Кто изображен? Никто не знает, этот валун был сюда перемещен, или он здесь стоял, и из него выбили лицо. Так как в этой голове есть отверстие, то есть предположение, что у нее еще и был шлем, который впоследствии куда-то делся. Голова почему-то с одной стороны недоделана. Она как будто... Ее как будто бросили. Бросили и ушли. На половине. Нельзя забывать, что под этой головой еще и течет ручеек, и еще, что до этой головы нет абсолютно никакого дела никому. Вот что я прочитала, и я думаю, это будет интересно послушать жителям Санкт-Петербурга. Говорят, что когда голова скроется под землей, исчезнет Санкт-Петербург. Замечательно. Откопайте уже эту голову, наконец. Это у меня просто... Почему никто не откопает ее? Откопайте вы эту голову и посмотрите, что там внизу. У меня такое чувство, что кто-то специально не откапывает по каким-то причинам. В интернете нет ни одной фотографии хотя бы рта. То есть все фотографии только вот такого, вот чуть-чуть выше, наоборот, земля. Но ниже нет вообще. Хочется туда прийти просто с лопаты и самой откопать. Так вот, оказывается, эту голову якобы откапывали. Послушайте. Почему не раскапывать? Ну, во-первых, нельзя, потому что здесь биофак ЛГУ. Раскопали, ребята, наши сантиметров на 50. И как? Там просто камень. Там не остров Пасхи, там нет тела. Говорят, что даже Пушкин гулял в этом парке и видел эту голову. И именно поэтому он изобразил ее в Руслана Людмиле. Там была такая большая голова богатыря. Волшебный меч стеречь заставил. Именно Пушкин после головы. А не голову поставили после Руслана Людмилы. Потому что эта голова стоит дольше. Мне кажется, сейчас вы можете спросить, а что в принципе такого? Ну, кто-то выбил голову. Может быть, это одна из теорий, кстати. Может быть, кто-то просто решил развлечься, лежал в валу. Он подошел, выбил голову просто там. Вот в чем загвоздка и почему вообще это так обсуждается. Вы представляете, каким инструментом была выбита и отшлифована эта голова в 1800-е годы? Это огромная паровая установка, которую туда было бы очень сложно притащить и очень дорого. Причем каким резаком долбать, если у нас даже стали еще инструментальной не было? Хотите спросить, а как тогда ее сделали? Что это такое? Ну, как обычно, древние цивилизации, забытые технологии, великий потоп и так далее. Даже есть вот такая вот интересная шкала. Посмотрите внимательно. Другой вопрос только звучит так. А почему нет? Ну да, на самом деле притащили туда паровое оборудование. Вы видели, какая там усадьба? Естественно, у этих людей были деньги. Возможно, они увидели огромный валун, под которым течет ручеек. И решили сделать из него что-нибудь интересное для гостей. Естественно, у них были деньги. В принципе, ничего такого тут сложного не видно в этой обработке. Отверстие сделано... Ну, странновато, оно неровное. Помимо этой головы, никто почему-то больше не упоминает, что там еще выбито с лестницы. То есть там ни одна голова внезапно лежит. Также, помимо какой-то специальной установки, голову могли выбить и вручную тоже. Ну, это... Мы к этому еще вернемся вообще к камням. Мы вернемся позже. Но это вообще так, чистое только мои предположения на самом деле. К тому же, почему ее не закончили? Ну, не знаю, может быть, деньги закончились. Просто у тех, кто заказал это сделать. Не, ну а так мы-то все знаем, кто на самом деле построил Петербург. И есть только одна достоверная фотография. Как вы поняли, я очень люблю историю. И я думаю, многие из вас выбрали этот предмет для сдачи ЕГЭ. Как и литературу, русский, биологию, обществознание. Просто это самые распространенные варианты для большинства гуманитарных специальностей. Чтобы готовиться к ЕГЭ, есть только несколько вариантов. Самостоятельно, с репетитором. Или самый лучший вариант, как мне кажется, в соответствии цена-качество, это онлайн-школы. И я хочу порекомендовать онлайн-школу подготовки к ЕГЭ с MeetUp. На данный момент уже 396 выпускников с MeetUp сдали экзамен на 100 баллов. А средний результат по школе 82 балла. Каждый четвертый 100-бальник по истории – выпускник этой онлайн-школы. И да, у всех преподавателей есть свой YouTube-канал. Сейчас в MeetUp подготовили крутые методички по всем предметам школы, которые точно пригодятся на ЕГЭ. Получить их можно будет, пройдя по ссылке в описании, и там же будет ссылка на сайт. Всем удачи! Итак, поговорим про камни. Еще одна загадка. В Саудовской Аравии есть камень под названием Аль-Наслаа. Хотя, знаете, я бы это назвала скала. Даже если бы не было фотографий, я бы не смогла объяснить, как она выглядит, эта скала. Она стоит на таком пьедестале и разрезана так четко пополам, как будто лазером. Как давно она стоит, неизвестно. Возможно, 4000 лет. И мы точно знаем, что люди жили в этом месте, потому что на ней наскальные рисунки. Древние рисунки. Так вот, есть теория, что древние люди как раз-таки и распилили эту скалу для своих ритуалов. Но как распилили? Чем? Каким инструментом? Дальше я не могу уже держать напряжение, потому что... Распилили. Если и распиливали, то руками, пилой. Эти же инструменты запечатлены на рисунках древнего Египта, например, да? Это обычные пилы. Если был какой-то невероятный инструмент, то почему его не нашли? Почему его нигде не запечатлели? Конечно, есть еще вариант, что это просто закрыли и спрятали. Но давайте так. Для того, чтобы рассказать это сейчас, я посмотрела, я даже поизучала виды камня. Я просто так углубилась в это. Я поняла, что многие вещи, которые кажутся просто нереальными, как это можно было сделать, на самом деле очень реально. Сделать просто огромной человеческой силой, просто человеческим трудом, пилой, водой. Все. Если порыться, можно даже найти воспроизведение, как раньше шлифовали вот эти колонны Питера. Несколько мужчин поставили опыт. И так и назвали видео. Как древние египтяне пилили гранит. Несколько мужчин просто руками, пилой и водой распилили гранит за час. У них была обычная такая же пила, как у людей древнего Египта. Если вам интересно, как вырезают гранит сейчас, то я тоже нашла. Это специальный станок, который тоже с водой. Нам просто сейчас с нашими технологиями очень тяжело понять, что такое возможно. Ты думаешь, ну как это же обычный человек, как это распиливали. Просто смекалка и огромное количество человеческого труда. Вернемся к камню. Такие камни есть по всему свету. Они распилены или расколоты пополам четко. Например, Россия, Япония, Австралия. Посмотрите, как сильно похоже. Навряд ли человек пошел бы на середину реки, чтобы распилить, например, вот этот камень. Так вот, наука отвечает на этот вопрос. На самом деле, никакие люди это не пилили. Из-за сдвигов земной коры, камень трескается. А в трещинах вместе с ветрами и песком шлифуются и образовываются такие ровные срезы. Но все же некоторые распилы не поддаются объяснению. Наука, на самом деле, не очень убедительна с этим. И тут остаются все равно догадки. Это не точно. То, что я сейчас сказала, не про пилы, то, что кто-то распилил, не про ветер. Это не 100%. Жаль, у меня нет времени поехать к этому самому камню. Хотя он находится всего в 19 часах на машине от меня. Но зато я могу поехать в другое очень интересное место. И это следующая тема. Знаете, что говорят о Дубае будущего? Что это будет один из самых огромных городов-призраков. И вы даже не представляете, какой маленький срок. Всего лишь к 2100 году. Дубай находится между пустыней и Персидским заливом. И к 2100 году температура воздуха будет прогреваться до 70 градусов. Это невозможно для человека. Все это из-за изменения климата. Но мы об этом уже говорили 100 раз, наверное. И мы сейчас вообще не про это. Город-призрак существует и сейчас. Очень недалеко от самого Дубая. Это мертвое место. Город Аль-Мадан. Я посмотрела столько фото, видео, картинок. Я была в полном шоке, что это место просто стоит. Опять же, как та голова в Питере. Никому нет до этого дела. Из города по какой-то причине неведомой уехали все люди. Они просто побросали все, что у них есть и уехали оттуда. Говорят, что все это из-за джинов. Здесь это как злые призраки, полтергейсты. Сейчас этот город наполовину засыпан песком. Город был построен в 1975 году. И в этих же 70-х люди оттуда спешно уехали. И если вы скажете, ну понятное дело, Дубай же отстроился. Зачем им там жить? То нет. Только через 20 лет Дубай начал только строиться. Он в 90-х вот так выглядел. То есть люди не из-за прогресса переехали. И я решила поехать туда сама, чтобы убедиться во всем своими глазами. Так, наушники. Сейчас съехать. Сейчас съехать. Знаете, я, кажется, знаю, почему называется Ghost Village. Типа город-призрак. Потому что здесь очень тихо. Просто ничего. У меня как будто уши заложены. Это вообще жесть. Все, я готова. Welcome home. Офигеть. Ну что? Жесть. Посмотри, там комната вообще полностью до потолка. Подожди-ка. Это так стрёмно. Блин. Дай мне фонарик. Телефон. Зайди сюда. Что там светится? Стоп, подожди. Там окошко просто. О, дай я сниму это. Я уже думаю, господи, что там кто-то поставил светильник. На, держи. Сними мне кроссовки. Ау. Плажкою ударилась. Представляете, здесь кто-то, получается, жил. Просто спал. Это была их комната. Ведь они ни за что в жизни бы не подумали, что когда-то такое произойдет с их комнатой. Следы человечества, к сожалению. Вот такие. Вау, какое красивое. Посмотри. Посмотри, какая лепнина. Я, я вообще, ну вот представляете, я в доме. То есть это вход, да? Или что это было, интересно? Тут просто как бы вход вот в эту местность. Я нашла эту комнату с фотографией. Видимо, это была кровать. Просто оставили и все. Интересно. Ну что ж. Что я хочу сказать. Наверное, стоило приехать сюда ночью, чтобы было более страшно. А так, на самом деле, никакой загадки нет. Это место заброшено, потому что здесь нет никакой инфраструктуры и электричества. Здесь даже построена мечеть, потому что думали, что люди тут действительно будут жить, все будет хорошо. Но песок был перебором. Город построили на пути мигрирующей дюны. И как бы это, конечно же, вина людей, что как-то не предусмотрели такую вещь. И просто от него невозможно избавиться. Ну то есть, ой, он такой мягкий. Просто не могли избавиться от песка. То есть, он приходит, его слишком много, а не успевают его убрать. Поэтому легче всего было, тут всего лишь 12 домов. Легче всего было просто переехать отсюда, чем тратить деньги на то, чтобы убрать весь песок. Вот и все. Пока мы сюда ехали, я сидела в машине, я пыталась снять, надеюсь, получится показать. Я уже видела там столько городов-призраков, домов-призраков и так далее. Там куча стоит. Но только про этот говорят, что он сами пропиарен. И что здесь были демоны и так далее. Ну в общем, пойдем. Так что я считаю, что никаких духов здесь нет? А ну-ка с ним не, что это там? Иди сюда. Это тот, кто я думаю, что ли? Что он здесь делает? Хотя подожди. Пойдем. Кто рёт? Сейчас. Всё-таки откапали, твари. Нет, подождите. Это не откапывали. Наоборот, у людей проблемы. Давайте спустимся. Я просто... Её посадил в песок. Скажите, пожалуйста. Ну, вы как исследователь, да, вы должны знать, что по-вашему здесь случилось вообще? Почему вообще люди уехали? В смысле, почему люди уехали? Тут дверей нет, блин, ну-ка, некто, блин. Кошачий лоток переполнил. Я найду тебя ублюдок, который тебе так это сделал. Ну, в общем, я не буду жить, поэтому... Смотри, я не знаю. Упал, блин! Так что, получается, нет ничего мистического даже в самых мистических, страшных, ужасных местах и вещах? Получается, что так. Ну, это если верить науке. Можно просто полисать интернет немного и разочароваться, как обычно. Думаешь, да-да-да, вот это да, огромные люди. Ну, ладно. Ну, вообще, прикольная тема. Ну, вы можете верить, можете не верить, но у меня на канале миллион подписчиков. Всем большое спасибо за ваши комментарии, которые помогают развитию моего канала. И спасибо за то, что вы всегда искренне за меня рады. Все, в Телеграме. Телеграм я оставлю в описании. Люди, там, мои подписчики все между собой общаются. Там такие беседы, ты че вообще? Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока. И вы даже не представляете, какой, какой, какой маленький срок, который тебе так это сделал. С вами был Вердар Свардичка.